Дать медиа-студии название «Анд» – «Муравей» – уже сам по себе оригинальный и в то же время понятный подход команды. Этим названием они как бы сразу говорят своим потенциальным клиентам. Мы работаем тихо, много, хорошо и слаженно. Даже расположение нового помещения организации кажется символичным. Кабинет находится на цокольном этаже, фактически под землей. Для нашего офиса выбрали место спокойное, где мало людей, где можно спокойно работать. Все начиналось, конечно, дома. Изначально работали дома, но, как мы знаем, дома работа невозможна, постоянно отвлекают. Потом решили собраться. Сначала у нас было небольшое помещение, где команда у нас была маленькая. Потом команда разрослась и была необходимость в большем помещении. Вот мы здесь, постепенно, в своем территории нашего помещения. И что самое важное? В нашей работе? В нашей работе важно взаимоотношение между командами. Важно, чтобы каждый работал с большим интересом. Что мы делаем? Мы работаем с своего удовольствием. По сути, студия работает всего полгода. Но этого времени было достаточно, чтобы хорошо себя зарекомендовать. Потому как свои компьютерные навыки ребята получили задолго до создания студии. Начиналось все с простого интереса к компьютерным технологиям. Сначала, на начальных курсах, как у всех, все любили играть, много проводили время за компьютером. Когда уже все это надоело, мы уже начали интересоваться. Та же самая игра, из чего она состоит, как она вообще работает. И начали уже как-то внутренность изучать. И постепенно, постепенно пришли к сайтам. Нам это направление было очень интересно. Веб-дизайн – интересная и своеобразная область. Наравне с творческим подходом, здесь важны технические навыки и знания теории своей профессии. Ребята из Муравейника, кажется, учли все тонкости своей деятельности. Здесь работают творческие люди, которые имеют нестандартный взгляд на вещи, технически подкованы и стараются быть на шаг впереди остальных. В общем, ведут себя, как обычные люди, любящие свое дело. Многие думают о том, чтобы стать дизайнером, нужно быть очень креативным, нужно иметь много мыслей. Это да, это есть такое, но все это изучается. Все это в теории дизайна объясняют, как получить новые мысли, идеи. Например, тот же логотип, когда человек делает его. Если бы я, допустим, сидел, начинал просто с чистого экрана, то есть открыл фотошоп и сижу, думаю, что бы придумать, ничего не получилось бы. Есть свои методы, допустим, креативные карты мышления. Человек, если хочет придумать какую-то идею, он разрабатывает карту, начиная от одного слова и разрабатывает эту карту посредством дерева ассоциации, допустим, слова, и то, что ассоциируется с этим, и начинается дерево такое. Тамерлан работает в этой сфере еще со студенческих лет. На начальном этапе он увлекался лишь видеодизайном. Со временем начал заниматься дизайном интерфейсом и визуального брендинга. Сегодня основные направления деятельности студии – это разработка сайтов, логотипов, верстка печатных изданий и моушн-дизайн. И, несомненно, в этой работе важно каждый раз создавать что-то новое, при этом не нарушая основных принципов качественного дизайна. Данная работа заключается в создании дизайна для игры паззлов. Заказчик был с Лондона. После того, как мы все сделали, он был очень доволен. Задача дизайнера в этой области – собрать образы так, чтобы зритель, рассматривая работу, пришел к тем выводам, которые нужны заказчику. Говоря простым языком, главное здесь – воспитывать зрителя и направить его в нужное русло. Когда заказчик приходит к нам с заказом или с какой-то задачей, мы перепоставляем эту задачу. Мы смотрим со стороны клиента, что ему нужно. То есть, если он сказал, что ему нужен сайт, и ему нужно на этом сайте то-то и то-то, мы смотрим, встаем на его место и смотрим, что ему действительно нужно, а что ему не нужно. И после того, как мы перепоставили эту задачу, узнали, что действительно для него важно и что не важно, на основе этого мы уже разрабатываем стратегию и план своей работы. Слово «дизайн» в русском языке появилось относительно недавно. Пришло оно из итальянского и в переводе имеет множество значений – замысел, план, намерение, цель, композиция. В связи с бурным развитием современных технологий понятие дизайна приобрело новый, более широкий смысл и теперь обозначает не только какой-то отдельный предмет, а является целым направлением, применимым ко всем областям современной деятельности человека. Потому в наше время такая работа не может оставаться невостребованной.